Приветствую тебя, дорогой зритель! Меня зовут Андрей, ты смотришь канал Технотерм. Если ты хоть раз сталкивался с установкой газового котла, хотя не только газового, тебе обязательно приходилось слышать фразу либо от продавца, либо от сантехника, либо от соседа, либо еще от кого-то, что нужно брать котел с запасом мощности. И для этого приводится два таких очень сильных аргумента. Первый. Если на улице будет очень-очень холодно, то дома у тебя будет очень-очень хорошо, потому что ты взял котел с запасом. Хотя, на мой взгляд, сегодня достаточно посчитать теплопотери дома. Расчеты эти все доступны абсолютно каждому. Достаточно вбить калькулятор теплопотерь в интернете, в поиски, вбить характеристики своего дома, вбить расчеты минусовую температурой. Тоже несложно узнать, достаточно, опять же, поискать ее в интернете. Потратьте 10 минут времени, и все, точная мощность, которая тебе необходима, она у тебя будет прямо на экране. И второй аргумент, что если ты возьмешь газовый котел с запасом, либо какой-либо другой еще, то он будет работать дольше, потому что не будет выходить на всю мощность, и работать в таком сбалансированном режиме, соответственно, дольше прослужит. Не знаю, как там у других котлов, но современные газовые котлы с электронной, продуманной умной компьютерной автоматикой, они сделаны так, что если котел почувствует, что он может работать на максимальной мощности, не важно, какая она будет, потому что котел не понимает площадь вашего дома, он обязательно выйдет на эту максимальную мощность, потому что у него тогда эффективность будет выше, и КПД тоже будет выше. Поэтому второй аргумент, он тоже так себе. Но вот есть действительно сегодня газовые котлы, которые нужно подбирать с запасом мощности, иначе у вас будут серьезные-серьезные проблемы зимой. И в этом видео я тебе расскажу, что это за котлы, и почему стоит обратить на них внимание, и почему обязательно нужно брать их с запасом мощности. Смотрим короткую заставку и приступаем к разбору. Если ты обычный обыватель и сейчас находишься в поисках газового котла, то тебе важно знать одну важную характеристику котла. Это тепловая мощность. И у нормальных производителей в паспорте всегда указываются два варианта тепловой мощности. Номинальная и полезная. Что такое номинальная? Это та мощность, которую по сути заложил завод-изготовитель при проектировании данного котла. И эта мощность будет достигаться, если КПД у газового котла будет составлять 100%. Но вот незадача. Когда котел встречается жестокой реальностью, то КПД у большинства котлов ни в коем случае не достигает 100% у газовых. Поэтому придумали показатель полезной тепловой мощности. Это та мощность, которую котел может выдать на своем максимуме, если вы его смонтируете идеально, так как задумал завод-производитель. Соответственно, вот эту мощность он сможет выдать. Соответственно, номинал всегда будет выше, чем показатель полезной тепловой мощности. Я заметил интересную тенденцию. Практически все производители России и стран СНГ, производители напольных газовых котлов, почему-то указывают значение в паспорте только номинальной мощности котла. То есть той мощности, которую ты никогда не сможешь получить у себя дома. Соответственно, почти все российские напольные котлы, это котлы с простейшей автоматикой, евросит или аналогами, это механическая автоматика, котлы энергонезависимые. Они работают на этот сегмент, что клиенты переживают, что перебой со светом у них, и они берут эти напольники. Напольники обычные, стальные, самые относительно доступные котлы. Так вот, практически во всех паспортах таких котлов указывается та мощность, которую ты никогда не получишь дома. И чтобы узнать приблизительно ту мощность, которую ты получишь, тебе надо понять, какой КПД у твоего котла. Благо, производители КПД котла указывают. Правда, значение иногда вызывает вопросы. Почему-то у напольных котлов бывает КПД, которое равно настенным газовым котлам. Хотя, априори, настенники, они всегда экономичнее. И КПД у них всегда выше. Поэтому вопросы получения КПД тоже, как говорится, вопросы. Такая тавтология. Так вот, если ты берешь газовый котел на 100 квадратов, условно 10 киловатт, максимум, что ты получишь, это при условии, что ты все сделаешь грамотно, если следовать паспорту производителя, где написано КПД 90%. Максимум, что ты получишь, это 9 киловатт. Потому что мы знаем КПД 90%. При 100% КПД номиналка у нас 10 киловатт. При 90, соответственно, 9 киловатт. И то не факт, что ты получишь эту мощность. Почему? Потому что напольные котлы, это атмосферники. И чтобы получить хорошее КПД, нужно создать хорошие условия для горения газа в твоем котле. Нужно сделать хороший, грамотный дымоход, обеспечить нужный объем воздуха в помещении, чтобы у тебя все было хорошо. И то КПД у котла, оно будет плясать, потому что тяга бывает немножечко меняется, в зависимости от погодных условий и так далее. Поэтому даже 90% ты далеко не всегда получишь. Условно, твои значения будут варьироваться от 80% до 90% КПД. Соответственно, если ты берешь такой вот напольный котел, с простейшей автоматикой, с простейшим устройством, энергонезависимый, как минимум, я уже тебе насчитал, что нужно подбирать котел с 20% запаса мощности. Тогда есть вероятность, что ты выйдешь на заданную мощность, которую ты хотел, ту мощность, которую ты подбирал, тогда ты на нее выйдешь. Но я тебе даже больше скажу. Есть производители настенных котлов, которые указывают, ну правда они не в паспорте указывают, но настенников в паспорта обычно с детализацией идут уже подробно. Кстати, европейские производители напольных котлов, я смотрел паспорта Baxi, допустим, Fandetala, они указывают детализированные значения тепловой мощности котла, они указывают номинал, почему-то в шильдике у них в названии котла сидит максимально полезная тепловая мощность, но это не все. Они указывают мощность котла, его эффективность при разных загрузках, то есть при 30%, при 60%, при 90% указываются характеристики котла. То есть европейские производители почему-то, ну, считают нужным все это потребителю показывать. Российские почему-то указывают просто номинальное значение тепловой мощности котла. Вернемся к настенникам. Смотри. Очень часто производитель настенного котла, вот такое любят, кстати, делать очень сильно китайцы, не только китайцы, и европейские. Вот котел у меня там сзади стоит, у него то же самое. Они пишут, допустим, значение котел газовый X в марке 24T. То есть ты думаешь, ага, 24T это мощность 24 кВт. Но так нет. Фактическая мощность котла составляет там где-то 22 кВт, а в названии указали номинал. Поэтому смотри внимательно при выборе газового котла любого, обращая внимание на показатель полезной тепловой мощности. Не номинальной тепловой мощности, а именно полезной. Тогда у тебя будет успех. Если ты берешь напольный котел с энерго-независимой автоматикой, российского производства, производства СНГ, если ты видишь только номинал, значение номинальной тепловой мощности, ну, наверное, все-таки возьми котел с запасом. Я думаю, тебе это будет полезно. Как рассчитать мощность котла, это тема отдельного видео. Я тебе уже в начале ролика сказал, просто рассчитай теплопотери своего дома. Ну так вот, если остались вопросы, надеюсь, я все объяснил очень предельно понятно. Если что-то непонятно, задавай вопросы в комментариях, я тебе на них отвечу. Просто пиши что-нибудь в комментариях, потому что если это видео окажется полезным для тебя и для других, чем больше комментариев будет, тем больше YouTube будет реагировать на распространение этого видео. Не забудь подписаться на канал, если ты вдруг этого еще не сделал, нажать на колокольчик обязательно и поставить лайк этому видео. Мне будет приятно. До встречи в новых видео. Меня зовут Андрей. Ты смотрел канал Технотерм. Надеюсь, теперь ты знаешь, каким котлам нужно действительно подбирать запас мощности. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok